Здравствуйте! Меня зовут Александра Паснова. Я рада приветствовать вас на моем канале Скоренела Цветочник. Сегодня очередной ролик, посвященный индивидуальной флористике. Перед нами стоит непростая задача. Мы делаем букет на день рождения моей тети родной. Задача непростая, по одной простой причине, потому что моя тетя не любит цветы. Она считает, что это выброшенные деньги, и что лучше дарить вместо цветов селедку или колбасу. Но мой брат так не считает и хочет порадовать свою маму в день ее рождения прекрасным букетом. Бюджет достаточно большой у нас. Я от себя решила сгладить ей впечатление от того, что ей все-таки подарят цветы на день рождения, и мы добавим то, что порадует ее практичную душу. Мы взяли цветы, которые стоят в своей основной массе очень долго, чтобы ей было не так грустно, что это выброшенные деньги. Я надеюсь, она будет довольна, счастлива, и этот день рождения нас встретит в хорошем настроении, потому что сын ей подарит очаровательный, роскошный, шикарный букет. Моя тетя, она жгучая брюнетка, очень улыбчивая, очаровательная дама с ямочками на щечках. Это ее фирменный такой показатель улыбки, когда она улыбается, не появляются ямочки. И мне хочется, чтобы она действительно оценила красоту цветов и поняла, что это прекрасно и что это совершенно не выброшены деньги. Поэтому поехали, покажу, что мы взяли. Итак, для букета мы взяли вот такие вот герберы темно-малиновые, я бы сказала, по цвету. Такие крупные, красивые розы сорта Кейт. Кисми Кейт. Так, поцелуй меня Кейт. Эустому, которая стоит очень долго. Альстромерию, которая еще в бутонах и, соответственно, она простоит у нее минимум две недели. И вот такую зеленую Сантини на то, чтобы разбавить букет немножко. Сантини тоже стоит минимум две недели. Итак, Ира сейчас начнет собирать букет, а мы будем за ней подсматривать. Наконец-то у нас букет для жгучей брюнетки. А то на что-то все блондинки да блондинки. Такое ощущение, что у нас, кроме блондинок, вообще никому цветы больше не дарят. Может быть, кстати, в этом что-то есть, что блондинки такие девочки-девочки и предпочитают им всегда дарить цветы, потому что они восторженно, как в американских фильмах относятся. Но, может быть, причина просто в том, что росоволосых женщин у нас в стране большинство. Дамана у нас с характером. Она Овен по знаку Зодиака. Четко знает, чего она хочет в этой жизни. Дата у нее не круглая, но, тем не менее, девушка, она уже взрослая. Достаточно. Еще раз повторюсь, почему такой набор цветов мы выбрали. Потому что человек практичный очень. Если цветы будут стоять долго, она будет довольна. Я прям в этом уверена. Соответственно, розы простоят примерно неделю. Остальные цветы от двух до трех недель, поскольку цветы мы берем на букеты только самые-самые свежие. Цветок мы везем и заказываем напрямую в Голландии. Он нигде на складах оптовых не лежит. Приходит. Вот садовник с момента среза до поставки в наш магазин проходит четверо суток. То есть свежие цветов просто не найти. Поэтому они стоят очень долго, радуют своих получателей. Не знаю, кстати, вот такая заметка, что люди любят, когда цветы у них стоят долго. Меня это всегда удивляет, потому что мне через три дня цветы надоедают, мне хочется чего-то другого. Несмотря на то, что я люблю хризантемы, которые стоят очень долго, но все равно через дня три мне уже хочется каких-то других цветов. Ну, я нахожу выход из ситуации. Я беру себе просто второй букет домой. Я сильно надоел уже первый. А выбросить его жалко, поскольку он стоит и стоит. Сейчас у нас весна, поэтому все ролики, которые мы снимаем, у нас получаются такие достаточно весенние букеты. Несмотря на наличие даже сантини в них, поскольку сантини это не в привычном смысле кустовая хризантема. У меня более миленькие соцветия. И она добавляет такой живости и объема. И вот еще раз хочу сделать акцент на розах. То есть, есть такие мифы и предрассудки, что крупная роза выращивается только в Эквадоре. Это неправда. То есть, как видите, бокал розы достаточно большой. Сейчас я, пока Ира делает, украду не одну розочку. То есть, вот видите, вот такой бокал примерно 7 сантиметров в высоту и достаточно крупная по диаметру. И она будет еще распускаться и станет еще больше, еще краше. То есть, роза выглядит вот так. И эта роза не эквадорская. Это роза голландская. Вернее, даже, наверное, вот этот сорт именно не голландский. Это сорт, выращенный в Кении. Но кенийцы выращивают под продажу в Европе. Соответственно, они не пользуются очень сильными химикатами. И розы можно без риска для здоровья нюхать, трогать. Не будет никаких аллергий и последствий. Как в основном это происходит с эквадорской розой. Но даже не все цветочники об этом знают, к сожалению. Но жалуются на проблемы с дерматитами, с нейродермитами, с экземами. Потому что работают с большим объемом эквадорского цветка. Мы заботимся о здоровье и своих флористов, и своих покупателей. Поэтому мы делаем выбор в пользу голландских и кенийских роз. Ну и еще, пока Ира собирает, уже заканчивает она. Хочу такую вещь сказать, которую Ира постоянно говорит нашим покупателям. И я по своей личной практике знаю, что оно так и есть. Чем длиннее роза, тем она хуже стоит по одной простой причине. Потому что стебель длинный и тяжело в воде подниматься по такой длине стебля. Соответственно, коротенькие розочки всегда простоят дольше. А дарить большие розы и отрезать их посередине, это действительно выброшенные деньги. Поскольку цена на розу зависит от размера бутона и от длины стебля. То есть, когда вы покупаете метровые розы, вы 80-90 см платите за длину ноги. Ну и, соответственно, если ее не обрезать до длины 50-60 см, долго она стоит по определению не может. Потому что цветку не хватает силы до бутона дотягивать нужный объем воды для сохранения свежести. Такое приятное шуршание листьев. Один, кстати, из признаков свежего цветка, это зеленый такой прям шуршащий звук при соприкосновении с листьями. Говорят, что шуршание денежных бумажек ослаждает слухой. Ну вот, цветочником наслаждается шуршание зеленых листиков. Вот такой получился у нас букет. И как вишенки для торта добавляю для красоты и пользы, я, в свою очередь, от себя хочу добавить в букет вот такие мыльца. Это мыло ручной работы. Выглядит оно как печенье. Всем известное, да, похоже на арео печенье с прослоечкой. Тетя моя любит всякие печенюшки. Вот это вот зефирка. К сожалению, без освещения непосредственно, наверное, вот такой вот цвет. То есть выглядит оно все очень натурально. Есть его, конечно, нельзя. Мы добавим вот такой букет, как топперы, вставочки, пять разных видов мыла. И как человек практичный, она это обязательно оценит. Чтобы прям придать печенькам естественность, мы снимаем с них защитный целлофанчик. И у нас получается вот такая красота. Мы их тут понюхали за кадром. И они действительно пахнут, как настоящее печенье. То есть они пахнут шоколадом. Очень-очень вкусно. Ира, вот это понюхайте, пожалуйста. Чем оно пахнет? А зефирка? Тоже. Зефирка. Тоже ваниль. Ванильный зефир. То есть у нас получается шоколад. У меня тетя очень любит, кстати, шоколад. И будет такой, да, от нас посыл, чтобы жизнь у нее была сладкая. И как я в одном из роликов в интервью с ароматерапевтом говорила, запахи очень поднимают нам настроение и влияют хорошо. на наш эмоциональный фон. Цветы у нас здесь без запаха. Да? И роза же не пахнет это. Ну, так чуть-чуть. Ну, слегка пахнет сантини. Поэтому запах зефирка печенек точно перебивать ничто не будет. Такие милые безделушки украшают нашу жизнь. И мыть руки приятно таким мылом. Если вы не видели, обязательно посмотрите интервью, которое я брала у нашего маловара Алены Семеновой. Это мыло ее производства. Она рассказала мне, почему она увлеклась этим, и почему она выбрала делом в своей жизни производства ручного мыла. Как пользователь, от себя добавлю, что это мыло не сушит руки. Что, в принципе, для взрослых девушек это особо принципиальный момент. Потому что многие уходят от такого вот мыла в пользу жидкого, просто потому что оно очень сильно сушит руки. Это мыло руки не сушит. И вот такого кусочка для одного человека хватит месяца на полтора-два, если пользоваться одному. Ну, если все вместе, недели на две, на три. Слушайте, оно так пахнет. Вот сейчас Ира его ставит, мне прям запах аж до меня доходит. Хотя я стою на расстоянии двух шагов. Печеньками, ванилью, конечно. Как ароматерапевт нам сказал, что запах ванили, конечно, стимулирует покупку хлебопылочных изделий. Аромамаркетинг в действии. Поэтому я думаю, что она увидит мыльце, понюхает его, и сразу грусть и тоска попала, потому что ей подарили букет цветов, у нее пройдет. Я потом в комментариях напишу реакцию тети, потому что брат будет дарить сегодня. И я попрошу дать его обратную связь. И, возможно, мы получим фотографию именинницы с этим букетом. По-родственному. Может быть, мне дадут такую возможность. Вот такая цветочно-мыльная красота. Сейчас Ир сделает упаковку, и букет наш будет готов. Итак, наш букет готов. Он у нас получился вот в таких вот, не знаю, как даже назвать, в тонах малиново-розово-синево-зеленых. Вкусно пахнущие печеньки, которые они же мылятся по совместительству. И вот сейчас снимаю, прям аромат идет от них. Мне захотелось пойти купить себе пачку печенья и съесть ее. Так что это мыло для здорового образа жизни не подходит. Даже хочется что-то сладкого сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что ждите в комментариях обратную связь о реакции. Так что ждите в комментариях.